приветствую всех на канале я наталья и сегодня по многочисленным просьбам сделаю короткий обзор брошек сережек многие видели декор вот этих заготовок елочных и поинтересовались где же я беру эти брошки многие помнят мое посещение когда я была в париже и там я просто мастер находить места где все блестит я еще то ворона и нашла место где китайский район и вот куча магазинчиков все это продавалось но также эти сережки я нашла на алиэкспресс и под видео я оставлю ссылку именно на эти сережки в чем положительное в этих сережках во первых они сами по себе красиво уже украшены выложены и не надо тратить время на то чтобы взять филигрань и все это камнями украшать вот вы видите у меня отдельно есть я делала филигрань также можно посмотреть эти видео у меня все есть вот это очень экономит время конечно вот эти варианты где филигрань мы отдельно украшаем тоже красиво смотрится если вы делаете для себя у вас есть выбор можно сочетать вот это эти все вместе они очень красиво будут смотреться и сейчас покажу размером покажу также как пришить и чем пришить если вот в этом случае мы сначала пришиваем филигрань затем декорируем то в этом случае мы сначала приклеиваем а потом уже пришиваем поэтому все покажу и конечно чем пришивать также покажу и также многие спрашивают про размеры вот покажу полный размер занимает это 7 сантиметров брошка ширина 37 миллиметров и вот так она выглядит без вот этой части верхней я просто беру любые кусачки которые у вас есть и это отламываю вот с одной стороны и с другой стороны вот это все отламывается и чтобы у нас еще все это не царапалось я беру немного пилочку и вот так затем все это дело подпиливаю и уже ничего не будет царапаться так как у меня приклеен именно брошка приклеена вот этим камнем вниз чтобы здесь у нас на всякий случай ничего не царапалось это у меня уже что осталось из наличия вот нужно посмотреть красный цвет например у меня есть и в золоте и в серебре и здесь также у меня обработка идет золото и серебро на алиэкспресс там есть разных цветов я тоже до закажу себе потому что это реально очень облегчает работу и как вы видите очень украшает шар хватает всего лишь обработать шар приклеить бантик и вот эта брошка она идеально сюда садится могу сказать что все цвета очень красивые вы видите они хорош хорошего качества нигде ничего не царапается и камни блестят очень 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 как я уже говорила я сорока я люблю все блестящее но научилась все это дозировать я вижу есть некоторый процент девочек которые делают елочные игрушки и они не могут научиться дозировать блеск да вроде бы изначально у них хорошие материалы хорошего качества но вот это вот все сразу на одну игрушку это портит внешний вид и делает игрушку дешевой нам этого не надо скорее всего буду делать отдельное видео где буду показывать как дозировать этот блеск потому что я тоже когда-то была ворона ворона все все блестящие все в одном нет так нельзя делать так чтобы наша игрушка с вами выглядела дорого красиво и стильно если вам интересны такие уроки напишите мне под видео конечно я буду стараться снимать по мере возможности и также в моих видео вы часто видите вот например это готовая брошь это собрано уже из камней и филигрань и это это также можно сочетать один цвет камней можно сочетать несколько камней вот например недавно совсем потом есть две вот такие брошки и я нашла у себя вот такие стразы и именно в такой вот персиково персиково даже не могу объяснить цвет персиково персиково розовый я хочу сделать один комплект или два и конечно поделюсь своими идеями и объясню именно как дозировать вот этот блеск и сейчас как и чем пришивать после того как мы приклеили вот брошка у меня уже приклеена я буду пришивать вот такой тонкой леской многие называют мононить пускай называют как они хотят но я называю это леска самое интересное что это леска лежала у меня очень долго и вот буквально на днях одна из подписчиц прислала мне фотографию лески горит наталья я пришиваю именно ей и я вспомнила про нее использую я бисерную иголку одеваю и делаю два узелка если вы этого не сделаете то леска все время будет сушка выползать и вам придется все время одевать делают два узелка и эти узелки совсем не мешают мне прошивать так как они очень очень там тонкие вот как выглядит не снимаю вот эту сеточку просто беру вот тут край лески и оттягиваю это чтобы не отворачивалась все а то все распутается и чтобы пришить брошку вот на леске вы сделаете узелок она все равно пройдет через ткань поэтому я просто подлезаю через любой край который мне удобно нахожу вот свой край лески один так вот он сейчас надо его зацепить все просвечивается практически ничего не видно но это нам играет на руку так как мы можем работать с этим и ничего не будет видно вот здесь у меня иголочка выходит надо не пропустить ее через ткань отлетела ювелирная работа так сейчас сейчас нам просто зацепить сначала брошку и сделать на ней узелок так сейчас у меня просто перед носом камера неудобно здесь ее вытащить вот вытащил иголку и теперь мы сделаем узелок чтобы закрепить вот у меня леска так чтобы было видно и сделаем узелок 1 2 а лучше 3 для надежности теперь вот наша иголка теперь мы иголку можем пропустить через ткань сейчас у меня тут и пинцет и все под рукой вот и теперь мы пропускаем через ткань спокойно под брошкой тут надо подлезать вот подлезли затянули все цепляется вот у меня вытянула и теперь я подлезаю иголкой и вот снова вытаскиваю иголку чтобы она у меня не зацепилась она может зацепиться за ткань под брошкой но ни в коем случае не за брошкой вот сейчас у меня здесь складочка и цепляется сейчас вытяну иголку и вернусь к вам вот я просунула иголку через вторую сторону и вытаскиваем и сейчас покажу вам что мононить вот эту леску и и вообще не видно вот она у нас зацепила вот здесь брошку и вы видите что совсем совсем не видно теперь я вышла вот здесь вот здесь я смогу также вот она у меня перетянуть и в любое другое место где вытащу иголочку главное чтобы это происходило действие все под брошкой вот ее не видно вот моя леска вот здесь подлезаю так видно вам не видно в любом месте где можно подлезть да это дело медленно происходит именно поэтому что вот не совсем можно все это согнуть есть иголки которые вот такие округлые вот с ними намного удобнее и в любое место где вам будет удобнее вытащить иголку мне под камерой чуть чуть неудобно так вот вытащила иголку где она у меня выходит вот она и сейчас вот здесь я ее вытащу и закреплю вот здесь вот с этой стороны я снова прохожу через брошку и вот теперь отсюда вот здесь будет перетяжка беру иголку и снова куда-то ее увожу куда угодно где где не будет видно все это просвечиваться так вот здесь можно ее вытащить работа тонкая медленно вот сейчас вытащу здесь иголочку и вот так в нескольких местах мы закрепляем брошку и затем нам надо ниточку увести я обычно увожу вот сюда именно уже под так вот под тканью или под бантик где вообще ниточку не будет видно и вот там мы уже сможем закрепить и увожу на вот этот край сюда здесь ее не будет видно так зацепилась вот многие говорят пришить брошку раз-два но как вы видите не совсем раз-два приходится вот так несколько раз подлезать и на это все уходит время так вот можно здесь вытащить ее не будет видно и теперь здесь уже можно ее обрезать все брошка у нас пришита приклеена все идеально держится и при получении игрушек ваш клиент не обнаружит что брошка у него отвалилась от клея ну что ж девочки вот такие маленькие советы я сегодня по-быстрому вам дала чтобы вы знали как работать с чем работать и конечно ссылку на брошки сейчас оставлю под видео творческих успехов вам и до скорой встречи если есть вопросы пишите постараюсь следующий болтанки вот солянка рассказ рассказать во первых как я работаю с этими шарами и конечно ответить на ваши вопросы а на сегодня все все пока пока